Неудачный прошлый год. Такие неутешительные выводы были сделаны на собрании общественной организации «Защита прав ветеранов детей войны». В будущее участники встречи также смотрят пессимистично, но не устают бороться за улучшение условий своей жизни. Перед собравшимися выступила председатель защиты прав ветеранов детей войны Татьяна Машанова с докладом о проделанной в 2015 работе и финансовым отчетом. Организация живет за счет членских взносов, и если в прошлый год она входила с положительным балансом в тысячу гривен, то в этом году имеет долг в шесть тысяч за тепло. Дети войны получают мизернейшие пенсии, которые ниже прожиточного минимума. Эти пенсии не подлежат индексации, потому что они рассчитаны и средней зарплатой 1197 гривен по седьмому году. Негативно отнеслись дети войны и к закону о декоммунизации. Закон по декоммунизации возмущает нас очень, потому что он нарушает четыре статьи Конституции Украины. Это преступный закон. Вы понимаете, построите то, что мы построили, а объявлять то, что построено нашим поколением, поколением нашим отцом скверной, это надо вообще не любить Украину, не любить народ Украины. Критично восприняли члены организации и возможность получить субсидию на оплату коммунальных услуг. По их мнению, дыру в личном бюджете она не закроет, а выглядит как подачка. Сейчас власть говорит о том, что мы должны, то есть она делает великий вред, дает нам субсидии на коммунальные услуги. А цены на товары, а цены в магазинах, они же выросли в разы. Пенсии заморожены. Это действительно уничтожение нашего поколения. На собрании выступил директор областного департамента социальной защиты Игорь Мещан. Он попытался объяснить преимущества субсидирования, а также сообщил, что в этом году удалось отстоять льготный проезд для пенсионеров-ветеранов. Социальные выплаты, размеры пенсии, они, конечно же, мы понимаем с вами неадекватны и не отвечают даже тем прожиточным минимумам, которые устанавливает наше же министерство. Хочу вам сказать, что мы, как орган социальной защиты населения обл. администрации, доносим эти сигналы на всеукраинский уровень. Главной задачей общественников остается социальная защита детей войны. Письма и обращения во всевозможные инстанции с просьбами и требованиями помочь им организация отсылала весь год. Реакция, по словам Татьяны Машановой, слабая. Также проводилось много культурно-массовых мероприятий, но от этого ветераны богаче не становятся. Спасибо. Спасибо.